всем привет как вы поняли из названия речь сегодня пойдет о том о чем вы давно просили меня рассказать а именно производство комбикорма с добавлением черной львинки по счастливой случайности оказалось так что недалеко от нашего производства находится частное подсобное хозяйство где хозяин держит небольшое количество свиней и у него как раз родились поросята и мы ему предложили не хочет ли он попробовать сделать тестовую партию корма с добавлением черной львинки в интернете я прочитал о том что всего лишь 0 3 процента на тонну черной львинки улучшает такие показатели как привес конверсию кормов даже учета уменьшает падеж молодняка вот его это заинтересовало и он пошел нам навстречу сказал хорошо давайте мы сделаем тонну комбикорма с добавлением именно 0 3 процента черной львинки и тонну комбикорма ну обычного как это есть и он будет кормить одних поросят вот таким кормом одним таким результат не заставил себя долго ждать эксперимент в принципе еще не закончился но уже прошло два с половиной месяца и мы получили обратную связь о том что результат хозяина очень даже устроил привес поросят виден невооруженным взглядом и в принципе он заинтересован в дальнейшем приобретении черной львинки и производстве подобного комбикорма сейчас расскажу о том как этот комбикорм производился тема комбикормов с черной львинкой очень животрепещущая в кругах тех из вас кто только начинает заниматься львинкой самый важный вопрос это продажи продукции практически каждый из вас первым делом поступает совершенно разумно и пытается узнать спрос вы идете к потребителю комбикормов будь то птицефабрика или свиноферма и заявляете следующее я планирую производить белковый компонент для использования в комбикормах из личинки черной львинки вы можете рассказывать про состав полезные свойства заканчивается разговор всегда одинаково ну допустим но вопрос в первую очередь в цене и он в первую очередь знает что если вы ему предлагаете белковый компонент то он начинает сравнивать с аналогами рыбная мука это 1000 2000 долларов и 2000 долларов это супер крутая мавритания которой нету на рынке на самом деле поэтому цена рыбной муки которую используют в комбикормах действительно в районе 1000-1200 долларов за тонну мясокосная мука в районе 800 долларов за тонну соевый шрот приблизительно тоже около 800 долларов ну цены само собой у нас могут с вами отличаться в зависимости от страны региона но суть я думаю вам понятно и каждый из вас кто приблизительно считал математику своей себестоимости понимает что это убыток так как тонна белкового концентрата это около четырех тонн личинки которую нужно выкормить вырастить высушить отжать жир и на все это будут затраты которые в зависимости от объема вашего производства могут многократно превышать конкурентную цену на рынке я думаю что сейчас описал ситуацию большинства из вас если не всех что же делать в вашем случае вооружайтесь информацией не нужно продавать белковый компонент комбикорма вы просто не можете себе это позволить у вас нет ни таких объемов ни таких ресурсов ведь для постройки производства мощность которого сможет обеспечить белковым компонентом всего лишь одну птицефабрику требуется сотни тысяч долларов адекватная цена белкового концентрата из львинки в комбикорма и должна быть на уровне 1000 1200 долларов за тонну но для этого у вас должно быть производство хотя бы на 10 тонн личинки в смену с максимальной автоматизации производства но кроме больших затрат также явно отличается сама технология производства и переработки продавайте белковый концентрат не как замену рыбной и мясокосной муки они много по-другому разработайте уникальное торговое предложение хотелось бы отметить что по моим ощущениям для производства комбикорма учитывая что это большие объемы белкового концентрата наверное все таки уместнее было бы использовать оборудование которое используют для производства рыбной и мясокосной муки потому что конечно сушить даже микроволновой сушилкой даже какой-то конвейерной линией такие объемы как 50 100 тонн личинки в сутки наверное все таки будет сложновато варочное оборудование подразумевает собой котлы в которые можно загрузить и 20 тонн и 50 тонн сырья поэтому мне бы хотелось как-нибудь действительно попробовать из львинки сделать белковый концентрат с отделением жира именно методом вот таким как делают мясокосную муку то что я вам сегодня расскажу многим из вас поможет по-новому взглянуть на такой продукт как белковый концентрат из черной львинки если мы говорим про тему комбикормов то сейчас в интернете в открытом доступе много протоколов кормлений патентов на кормление кормами с черной львинкой эту работу проводят практически во всех странах мира в том числе на базе российской академии наук в первую очередь это добавление белкового концентрата в корма свиней кур и даже телят но ни в одном из экспериментов не ставилась целью заменить имеющийся белковый компонент черная львинка везде используется исключительно как добавка и везде делается оговорка что добавление большего количества не приносит заметно лучших результатов что позволяет сделать вывод что белковый концентрат черной львинки скорее можно рассматривать не как протеиновый компонент комбикорма а как некая добавка ценность которой в первую очередь не в протеине она имеет совсем другие свойства при кормлении птицы повышается яйценоскость и при весу брейлеров также они меньше подвержены таким заболеванием как сальмонеллез птичий тиф и это при добавлении всего 5 процентов личинки в комбикорм при добавлении в корма поросят от емыши всего 0 1 процента практически исключается смертность молодняка при добавлении 0 3 процентов увеличивается конверсия кормов до 10 процентов а это экономия десятков тонн корма в месяц происходит это за счет того что нормализуется пищеварение и микрофлора кишечника животное намного лучше усваивает питательные вещества для руководителя животноводческого комплекса наиважнейшая задача это снижение себестоимости продукции изучайте индустрию изучайте исследования их полно они на разных языках изучайте тему индустрию нужно строить грамотно а то был случай когда ко мне обратился животновод и просил рассказать что такая за черная львинка так как к нему пришел человек и такую чушь нес что он не то что не заинтересовался но даже наоборот напрягся потому что цена была предложена в районе трех с половиной тысяч долларов за тонну и когда ему объяснил всю пользу то он реально заинтересовался и признал что если продукт имеет такие свойства а добавлять его можно в таком небольшом количестве то эта цена имеет место быть но я всегда склонен доверять только своим собственным результатом так что первый опыт с кормом для поросят считаю удачным хоть это и неофициальное испытание но это начало большой новой работы вот такой вот получился ролик меня конечно же очень порадовали результаты которые получил владелец вот этого частного подсобного хозяйства я очень хочу в ближайшее время провести тесты на птицы это и на перепелах и на курах я надеюсь что мы ближайшее время это сделаем тогда вы также увидите достаточно интересные ролики на тему кормления кур и перепелов а может быть какой-то другой птицы комбикормами с добавлением черной львинки так что подписывайтесь на канал жду от вас комментарии если у кого-то был опыт тоже производства кормов с добавлением черной львинки пишите в комментариях давайте обратную связь будем вместе обсуждать потому что эта тема для всех для нас конечно же очень и очень интересно потому что именно потенциал использования черной львинки в комбикормах для сельскохозяйственных животных это то ради чего мы этим мы занимаемся всем привет